Теперь давайте будем разбираться с тем, как Naxt работает с данными В классическом single-page приложении, когда мы заходим на какую-то страницу, мы отправляем аяк-запрос на сервер, грузим данные В это время мы показываем лоадер пользователю, и как только данные загружаются, мы отображаем их на странице В Naxt все работает примерно таким же образом, но есть одно но Когда мы используем технологию server-side rendering, изначально мы должны подготовить определенные данные уже на сервере И только после этого отдать их пользователю И давайте это рассмотрим на примере страницы пользователей Сейчас у нас есть массив из пяти юзеров, и пока что они отображаются на странице в папке users.index.view Просто как массив данных в методе data И эти данные, они доступны только на клиентской стороне Для того, чтобы нам сформировать определенную дату на сервере, Naxt добавляет нам новый метод, который называется asyncData И данный метод, он вызывается только на серверной части Однако если мы переходим уже внутри приложения, то он будет вызываться до того, как страница отобразится И сейчас давайте, допустим, попробуем срендерить какой-то контент, уже используя метод asyncData Здесь, по сути, мы должны вернуть promise, который... В данном методе мы должны сделать какой-то асинхронный запрос Но пока что временно мы с вами сделаем эмуляцию данного синхронного запроса через promise То есть метод asyncData, он должен возвращать нам некоторый promise Поэтому здесь я напишу return и далее создам promise New promise Здесь мы будем получать метод resolve И давайте, допустим, сделаем эмуляцию с методом setTimeout Допустим, метод будет выполняться у нас 3 секунды И далее в resolve мы должны положить какие-то данные Предположим, это и будет у нас массив пользователей То есть я его могу просто отсюда вырезать И да, в методе resolve мы вернем объект У которого будет массив users И он будет равняться вот такому значению Теперь, что касается обычной даты Мы ее можем удалить И хотя для примера давайте мы ее добавим И сейчас я объясню зачем Если мы напишем return Допустим, в методе data у нас будут какие-то локальные значения Которые мы будем использовать именно на фронтенде В принципе, можно на паузу не ставить И допустим, локальными данными в нашем случае будет, например, заголовок страницы Например, page title Куда мы занесем значение users page И вместо заголовка мы напишем page title Я привел данный пример за тем, что view.js поступает следующим образом Он понимает, какие поля мы возвращаем в методе async data И дальше он их по-умному совмещает с той датой, что мы преобразовываем локально на фронтенде И тем самым у нас одновременно будет существовать и массив users, и объект page title Теперь давайте посмотрим, что у нас получится, когда мы сделаем таким образом Сейчас, допустим, если мы перейдем на хомпейдж И далее перейдем на страницу пользователей То, как видите, у нас ничего не происходит Однако спустя 3 секунды у нас отображается полностью страница На самом деле, в этот момент у нас происходила загрузка Но мы не видели индикатора Потому что если мы посмотрим в next.config То здесь у нас есть объект loading И по умолчанию у него значение fff В принципе это... И по умолчанию у него значение fff А это белый цвет Давайте, допустим, мы его изменим на значение blue Сохраним И теперь попробуем заново Значит, допустим, перейдем на хоум Дальше перейдем на страницу пользователей Так, я думаю, что у нас есть какая-то ошибка Я думаю, что нужно пересобрать build Потому что иногда бывают некоторые проблемы Да, и теперь давайте посмотрим, как это работает Значит, обновляю страницу Перехожу на страницу пользователей Да, и сейчас вы видите индикатор загрузки Который говорит нам о том, что на сервере происходит какая-то работа То есть Naxt подгружает какие-то данные И спустя 3 секунды мы видим отрендеренную страницу Если мы изначально попробуем зайти на страницу пользователей То, как видите, мы видели определенную задержку Потому что изначально Naxt делал промис На который идет 3 секунды на сервере И только после этого он отобразил нам страницу Да, и теперь если мы будем переходить, то каждый раз мы будем ждать 3 секунды Если же мы посмотрим исходный код То мы увидим здесь Только его стоило изначально открыть Мы увидим здесь также Ту разметку, которую мы и формируем То есть которую мы получаем с сервера Если мы опустимся ниже То вот у нас есть как раз эти ссылки User4, User5 и так далее Что интересно, если мы посмотрим немного дальше То как это работает Мы видим, что в объект window мы добавляем системную переменную Naxt И тут в поле data у нас есть массив пользователей Которые мы загрузили с сервера Это нужно для того, чтобы сформировать структуру данной страницы Вот так вот Продолжение следует... Также в методе asyncData мы имеем доступ к различным параметрам. Например, мы можем получать параметры из адресной строки для того, чтобы фетчить что-то по ID. Для этого мы можем перейти в файл нижнее подчеркивание ID.view, где мы загружаем какого-то конкретного пользователя. Здесь мы можем также реализовать метод asyncData. И далее в качестве параметра в эту функцию мы получаем некоторый контекст. Но обычно мы забираем определенные поля. И мы также здесь можем получить, например, объект params и другие параметры. В парамсах мы знаем, что у нас есть ID какого-то конкретного пользователя. Ну а если его нет, то мы его валидируем. И давайте здесь также вернем новый promise. где, допустим, в методе setTimeout за полторы секунды мы будем возвращать какого-то пользователя. Здесь вызываем метод resolve. И здесь в объекте пользователя мы укажем, например, name, допустим, testUser и его ID. params.id. То есть данный параметр мы можем использовать для того, чтобы загрузить какого-то конкретного пользователя. Что мы сделаем с вами далее по урокам? Но пока что временно. Давайте выведем в заголовке h1 объект user и у которого есть поле name. Сейчас, если мы нажмем, допустим, на третьего пользователя, то мы будем ждать полторы секунды. И после этого мы получаем уже необходимые нам данные. Также, помимо этого, в контексте, который мы получаем в методе asyncData, мы можем обрабатывать ошибки. Мы здесь можем принять некоторый error. И далее, например, вместо того, чтобы резолвить promise, и далее, вместо того, чтобы резолвить, promise, давайте это я пока закомментирую, мы можем вызвать метод reject, который отклонит выполнение промисса. Нам необходимо его передать в callback функцию. И здесь мы можем вызвать метод reject, где мы можем указать, что мы вызываем ошибку. Ну, например, когда мы передадим new error с каким-то сообщением, например, user not found. Теперь давайте попробуем загрузить страницу. И, как видите, сейчас мы получаем ошибку. Теперь на этом уроке все. И в следующих мы попробуем заменить уже наши локальные промисы реальными данными с сервера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова